60 лет в ноябре исполнилось детскому саду номер 57 «Светлячок» в городском поселении Щелково. Однако в свой день рождения он выглядел совсем не празднично. Около месяца назад в одном из корпусов здания произошел прорыв системы отопления. В результате пострадала часть помещений. Два этажа, первый и второй этаж. Особенно пострадал кабинет завхоза, постельное белье, пострадала мебель, мягкий инвентарь. В ходе очередного из нового совещания о последствии аварии оценил руководитель районной администрации и принял решение провести в здании поддерживающий ремонт, который бы позволил юным воспитанникам в течение следующих нескольких лет посещать детский сад. А в перспективе намечено строительство нового дошкольного учреждения. Пока будет строиться новый садик, деточки должны ходить в тот же садик. А здесь в центре у нас проблемы с детскими местами. Договорились? Да. Не переживайте, новый садик у вас будет, но пока так есть. Также Алексей Валов посетил детскую районную библиотеку на улице Пушкина. Ранее рассматривалось решение о переводе в это здание книжного магазина. Но от такой идеи районные власти отказались. Библиотека юным жителям Щелкова нужна. Сегодня в картотеке числится более трех тысяч человек. Руководитель районной администрации дал указание оснастить учреждение новой компьютерной техникой. И далее во двор дома 20 на улице Парковая. Здесь по программе губернатора не так давно была установлена детская площадка. Однако новое резиновое покрытие может в скором времени испортиться из-за несоблюдения коммунальными службами особенностей уборки снега и наледи. Команда дал поддерживающим реагентам это делать, а не солью. Там специальный реагент есть, который помогает сохранить подобный род покрытия и делать его долговечным. Скорыми темпами идет строительство дошкольных учреждений в Щелковском районе. В первом советском переулке ведутся монолитные работы. На площадке трудится 69 человек. Работы ведутся в три смены. В новом городке в ближайшее время должны запустить тепло в подвальные помещения, чтобы приступить к внутренней отделке. А в детском саду на улице Юбилейной в Медвежьих озерах строители почти завершили кладку на третьем этаже. Продолжают отделку посада здания. Единственное, что мешает ускорению работ – задержка подачи тепла. Мортон должен дать тепло по подвалу, чтобы начать прогревать здание, потому что отделочная работа, как правило, плюс 15. Надо внутри держать температуру, чтобы не отвалилось, все качественно была выполнена работа. Тепло они должны обещать нам в понедельник дать. В завершении выездного совещания в реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Строительство завершено. Дело за оснащением. Как только учреждение будет обеспечено необходимым оборудованием, центр сможет принять первых посетителей. Нам очень важно, чтобы здесь заработало побыстрее. Поэтому в понедельник буду звонить министру защиты, разговаривать, просить. А если не получится, значит, заскрыть соответствующие средства вне бюджетного финансирования. Но в любом случае надо сделать все возможное, чтобы или в конце этого года, или в январе следующего года этот реабилитационный центр заработал. Тариза Снегова, Сергей Максимов, телерадиокомпания, Щелково.